Экспериментальный театр драмы в Новочебоксарске новой постановкой оправдал свое название. «Красная шапочка. Перезагрузка» – так называется спектакль. О том, какие гаджеты помогут героине добраться до бабушки в нашем репортаже. Игру принесла? Да, конечно, принесла! Комп, врубай скорей! Не стой! А игра ты не отстой! Да ты че! Крутяк игра! Мне налайли сестра! А еще сказала Галка – это классная стрелялка! «Красная шапочка» теперь не просто сказка Шарли Перро, а, говоря языком компьютерных игр, бродилка. В нее в результате технического коллапса попадают две девочки. Их миссия – помочь главной героине дойти до бабушки и остаться целой и невредимой. Иначе домой они не вернутся. Поцелают малая, кукав свою марионетку в лес. Где страх со всех сторон? Где же разум? Где таком? Ты вообще дорогу знаешь? Или... Ну, как, шатаешь? «Красная шапочка» планирует ориентироваться по мху на коре, солнцу и пользоваться прочими проверенными временем методами. О-о-о! Не дошел сюда прогресс. Девочки предлагают облегчить задачу использованием современных технологий. Слушай, Алиса! Я не Алиса, а красная шапочка! Однако в волшебном лесу Алиса путается в трех соснах, а у коптера садятся батарейки. Приходится рассчитывать на свои силы и помощь товарища. Такова главная мораль. Ну, понятно, они используют свои. Это гаджеты, да, там, дрон, навигатор. Все помогают в шапочке. Но это все не спасает, не выручает, пока они сами все вместе как-то чисто по-человечески не собираются. И все вместе силой побеждают врага. То есть средства не помогут, если люди сами не объединятся в борьбе за что-то. Это девочки вовремя понимают, так что все заканчивается хорошо. Этот спектакль мне понравился тем, что он был оптимистичным, веселым и интересным. Постановка получила поддержку по проекту культуры малой родины. На выделенные средства театр обновляет цветовое и звуковое оборудование, декорация. Ну, а кого перезагрузят в театре? В следующий раз колобка или, может быть, курочку? Рябу? Пока тайна.